Субтитры подогнал «Симон» 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 Дело не только в легенде. Опаленное дерево обретает особые акустические свойства. Как зазвучит инструмент во многом зависит от материала. Мастера тщательно выбирают дерево, опытным взглядом определяя подходящее. Крещ из сосны звучит глубоко, богато. Из ели более тонко, проникает в душу. Ель – священное дерево. Не смей тронуть даже иголочки, строго-настрого запрещают детям. Срубить ель в молельной роще, беды не миновать, говорят сторожи. Крещ – непременный участник праздников. Сопровождает песни, хороводы и танцы. Удмурты – один из самых поющих финно-угорских народов. Они уверены, петь умеют все, кто научился говорить. Какая свадьба без обрядовых песен. Поют, когда наряжают невесту о том, что покинет она родительский дом, что впереди у нее новая жизнь. Поют за свадебным столом. Щедро накрытый стол – богатой будет жизнь молодых. Чего только не увидишь на праздничном столе. Почуют гостей и перепечами, открытыми ватрушками. С яйцами, грибами, капустой, мясом, картофельным пюре. Перепечи отличаются от прочей выпечки резными защипами по краям. По праздникам перепечи с кровью. Кровь теленка или поросенка смешивают с жиром, маслом, луком. Жидкая начинка хорошо схватывается в печи. Быстро густеет. В современной духовке такие не сделать. Рядом только что испеченные табани. Толстые блины-лепешки из дрожжевого теста. По соседству творог со сметаной. Вареный картофель с яйцом. На столе обязательно масло. Знак богатства и гостеприимства. Если в доме радость, отелилась корова, варят молозиво. Добавляют яйцо, молоко и соль по вкусу. Кто как любит. Получается блюдо чежи. В него макают табани. Так вкусней. Традиционный крепкий напиток кумышку готовят из лаков. На стол подают горячий. Предусмотрительно обжигающего терпкого напитка много не выпьешь. Надо сказать, удмурты всегда пили мало. Слегка пригубят и возвращают. С благодарностью. А хозяева не сидят. Почат гостей блюдами и песнями. Голоса по дому раздаются звонко. Сделан дом из ели. Дом, будто кресь, играет и поет. Резонируя, усиливает звуки. Удмурты справляют свадьбу в двух домах. У невесты, затем в доме жениха. Надо уважить обе стороны. Кроме свадебных песен, бытовали солдатские, лирические, игровые. А в тяжелые времена, в грустные минуты, затягивали сиротские песни. О несчастной доле, о тяжелом труде и ушедшей молодости. Мужко, тыр, ты сбориес, Собориес, ой, бичаны, Парен, льосы, ваняли. Собориес, ой, бичаны, Парен, льосы, ваняли. Тянется душа народа к красоте. Не только в песнях она, Но и в делах рукотворных. Одежда на праздник и на каждый день, Яркие половики и полотенца, Салфетки и ковры, Все домотканное. Главное правило ткачества, Доступность и простота. В технологии, материале, красках. Узоры, орнамент, лаконичные. Южные удмурты любят яркие, насыщенные цвета. Северные в сочетании белого и красного. Знаменитая удмуртская клетка – позднее явление. Результат развития текстильной промышленности. Клетке скромно уступила место полоска. Ее предшественница. Теперь без клетки мы не представляем костюм удмуртов. Орнамент – древний язык. Ромб, квадрат – это солнце. Значит, жизнь. Солярным знаком удмуртки украшали грудь. Самое уязвимое место. Бабушки помнят, Этот символ не должен опускаться ниже солнечного сплетения. Однако нынче встречаются солярные знаки на юбках, на подолах. Забываются древние заветы. Один из любимых орнаментов – цветы шиповника. Колкий бутон – хороший защитник. Умение выткать такой цветок – особое искусство. После него любой орнамент по плечу. Ткачество – не праздное занятие, а необходимость. Хозяйке нужно одеть себя и семью. Ткали и на продажу. До замужества девушка готовила себе одежду на всю жизнь. Скоро ткать ей станет некогда. Хозяйство лишний раз к станку не подпустит. На ночь нитки в косе не оставляли. Заправляли в станок. Подготовку к работе необходимо завершить в тот же вечер. Иначе нитки карка кужо запутает. Ткачихи сравнивают станки с лошадьми. Старинные станки – объезженные лошади. Без слов понимают хозяина. А с новым станком тяжело. Его еще предстоит обуздать. Он и нитки рвет, и работает неумело, лениво. У каждого района Удмуртии свой бренд. В деревне Старая Мония Малопургинского района – соломенная кукла. Даже дети лихо справляются с крупким материалом соломой. Из нее делают и утварь для бытовых нужд, и танцующих кукол для забавы. В селе Бураново своя кукла – Бурановская. Ее каркас – сосновые ветки, солома или сено. Чем больше лоскутков, тем лучше, красивее. Однако куклы мастерили небольшие. Ткань экономили. Дефицит. Как и у многих народов, у Удмуртов куклы без лица. Чтобы не вселилась плохая душа. Удмурты суеверны. В каждом поселении свои легенды. В Шарканском районе знают, как найти клад. В день летнего солнцестояния на место зарытого золота укажет жеребенок. На закопанное серебро – коза. Такие истории здесь любят. Улищи, то дырлям, что кулаки под тазы, саузыриосты. И со социологи, пусть ум лёг, пусть ум лёг шуком исоя. Пусть ум лёг, отчипа шкырно ветловые, на социологи, патырлям коњдон зез. То дырлям коњдон не пепоцис, кеч, кеч така, а кеча бен оку мабуды. Ну короче кеч, го шкотрти пепетлен, шук күн вуитке, то дырлям коњдон, то дырлям коњдон. И палкен со смырему ного те, води енно, и обзено шук күн шектин фесоосты. Шук күн шектитке чушь коњдон, жеребиодокке. Баладата не? Бонзама со историје, зеке внусил? Бен зеншу, зе, зеншу сабы разы, тож мы со детства, он помнит карку адину. Вот так. В деревне непременная Лудзя много колдунов. При встрече с человеком они превращаются в копну или домашню живность. Много лет назад за деревней в старом овраге в полночь слышали крик петуха. Место нехорошее, утверждают старожилы, и по сей день обходят стороной. От нечистой силы и дурного глаза спасают обереги. Северные удмуртки украшали грудь вышивкой. На юге носили маниста. Тюркское влияние. Первый взгляд, самый опасный, старались отвлечь блеском серебряных монет. Их звон отгоняет нечистую силу. Серебро – благородный металл, а золото, в отличие от него, притягивает недобрый взгляд. Чтобы не сглазили новорожденного, ему на лице ставили метку. Углем, сажей, чернилами. Нарисованное пятнышко отвлекает нехороший взгляд. И среди гостей встречаются недоброжелатели. Столько примет и поверьей помнят удмурты. Это бытовая магия – неотъемлемая часть их повседневной жизни и философии. В ней стремление народа сохранить себя, свою самобытность. Вековая мудрость удмуртов в легендах и преданиях. О том, как появился народ, как боги подарили людям священную книгу, и как нарушили люди заветы богов. О том, что народ должен помнить о своих предках, истоках, корнях. Вал, оди книги книга, сопер мизны, даст кыглы. Мянгыштек, учклытек, даст кыгсе, жегит пьес, кырджалу навирало, торбы жи, маден ёсмес. Нож собересос полы, шкодь пудыз, очискадь их дыжетозна, даст кыгсе. Динёжи, и рамы улоз книга. 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 Приобщать молодых к наследию дедов и прадедов и идти в ногу со временем – сложная задача, пожалуй. С ней можно справиться, если взяться за дело, пока ребёнок ещё мал. С детского сада, со школы. Главное – сделать народные традиции семейными. Петра, петра, пешки, 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 пешки. Куала люле, бубыли, кульну лыньку куали. Куала люле, пот, пот, бубыли наш лоп-лоп. Вот, одичко думаем, ну, дядюк Йоси, молодец Йоси. Чтобы воспел тот крещ славный удмуртский народ. Продолжение следует...